Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами сегодня находимся в центре Москвы. И сегодня онлайн я для вас проведу экскурсию по Высокопетровскому монастырю, одном из самых древнейших монастырей столицы. Меня зовут послушник Богдан, я являюсь насельником этого монастыря. Наш монастырь был основан в 1315 году первым митрополитом города Москвы, первым святым столицы, святителем Петром, митрополитом Киевским. И московский мессия России. Вот так монастырь выглядит сегодня. В первую очередь я хотел бы вам показать наш самый большой действующий отреставрированный сегодня храм. Храм, посвященный преподобному Сергию Радонежскому, в котором совершаются ежедневные богослужения, и в котором находятся все святыни нашего монастыря. Этот храм является таким ковчегом, вместилищем всех святынь нашего монастыря. Прошу за мной. Первым, что я хотел бы вам рассказать про этот храм, еще не заходя внутрь него, это то, что его построил император Петр I. Как он построил его, и почему, и когда это произошло, я расскажу вам позже. А сначала прошу обратить ваше внимание на купола этого храма. Возможно, через прямую трансляцию не совсем понятно и видно, но если вы когда-то будете в нашем монастыре, то на куполах Сергиевского храма вы заметите корону. Корона, которая украшает крест этого храма. Эта корона – это царский знак, это знак того, что этот монастырь и конкретно этот храм не только строил царь или император, но и лично молился в этом монастыре. Во времена императора Петра I этот монастырь называли царским богомодием. Ну что же, пройдем внутрь храма. Так выглядит наш сергиевский храм. Это трапезная церковь. Своё название трапезный храм получил из-за вот этого большого пространства, которое мы с вами видим. Так когда-то на Руси строили большие храмы. Они назывались трапезными, потому что в монастырях в этих частях храмов совершались братские трапезные. Именно поэтому эта часть храма такая большая и длинная. То есть, в целом для того, чтобы здесь ставились большие столы. Но традиция проведения трапез в храмах канула в лету, но в память об этом храмы все равно называются трапезными. И поэтому они имеют вот такую вот форму. А сам храм находился дальше, дальше, за трапезной частью. И храм его часть называлась четвериком. И там мы с вами тоже сегодня побываем. Идем. Первое, про что я хотел бы вам рассказать, это святитель Петр, первый митрополит города Москвы, первой святой столицы и основатель нашего монастыря. Его икона находится в сердце с храмом, за мной спиной. Сейчас мы на нее смотрим. И это самая почитаемая икона в нашем монастыре. На этой иконе находится ковчег с частицами мощей святителя Петра. Этот ковчег с мощами был подарен нашему монастырю в 2010 году святейшим патриархом московским в Сеаруси Кириллом. Именно святейший патриарх московским в Сеаруси Кириллом возобновил монашескую жизнь в нашем монастыре в конце 2009 года. А в начале следующего года посетил нашу обитель и подарил такую большую святыню. Святитель Петр родился в середине XIII века. К сожалению, историки не знают, как называли его родители, но известно то, что он в 12 лет уже принимает монашеский пост с именем Петр, честь апостола Петра. В монастыре он занимался разными делами, но такими просветительскими. Он учился читать, писать, учился писать иконы. И иконы у митрополита Петра получались особенно, можно сказать, красивыми. И есть такой удивительный факт, что каждая икона, написанная митрополитом Петром, она была чудотформой. К сегодняшнему дню, к нашему времени, дошло только две иконы, которые, можно сказать, написал сам митрополит Петр. Это икона Божьей Матери, Петровская, которая хранится в Кремле, и Успенская икона Божьей Матери, которая также хранится во Кремле. Две этих иконы являются чудотформой. Петровская икона Божьей Матери называется Петровская, потому что в то время она не была похожа ни на одну другую икону Петровской Богородицы. И поэтому ее назвали по имени автора Петровской. Список с этой иконы мы с вами можем увидеть сверху над иконой митрополита Петра маленькая икона Божьей Матери. Слава, покажи, пожалуйста, икону. Сам митрополит Петр, вся его жизнь была связана с служением Богу, служением Церкви, большими интересными чудесами. Например, вот Петровская икона Божьей Матери, я примерно чаще всего больше вам расскажу, с ней связаны особенные случаи в жизни митрополита Петра. Митрополит Петр, когда он стал священником же, он решил покинуть монастырь, в котором он принял в 12 лет монашеский постриг. Он покидает этот монастырь только ради того, ради того, чтобы молиться Богу, общаться с Богом в уединении. У него было очень такое сильное призвание отшельника. Получая благословение игумена монастыря, он уходит с монастыря и на берегу реки Рати, которая течет и сегодня на западной территории Украины, в Волунской области, он строит небольшую келью, где втайне от всех подвизается и молится Богу. Но слава про такого молодого и великого русского подвижника разошлась по всей Руси. И к его келье, скрытой от всех, начали приходить очень много людей, которые просили у митрополита Петра, будущего митрополита Петра, помощи, совета, и очень часто получали эту помощь, как и чудесную, так и словесную, и утешительную. Оставались возле него, и таким образом, эта маленькая деревянная келья в лесу превратилась в целый Спасский монастырь. И однажды, посещая этот Спасский монастырь, тогдашний митрополит Киевский и все Руси Максим получил дар от митрополита Петра на память Петровскую икону Божьей Натери. Это общеизвестный факт, что митрополит Максим привез эту икону в первопрестольный город Киев и до конца своих дней очень горячо молился перед этой иконой. И дальше очень интересная история, связанная с этой иконой. На город Киев напали, его разорили, и поэтому митрополит Максим был вынужден переехать в город Владимир. Туда же он увозит эту икону. Скоро митрополит Максим умирает, и Владимирский князь хочет, чтобы его старыйник, его друг, человек, который разделяет с ним взгляды политические и церковные, архимандрит Игумен Геронтий, стал вместо митрополита Максима, митрополитом Киевским и вся Руси, если соответствующими письмами, грамотами и обращениями отправляют его в Константинополь для избрания и наречения, и рукоположения в митрополита Киевского и всея Руси. Но вместе с тем в Константинополь отправляет митрополит Петр. Его очень сильно просил Галецкий князь поехать в этот город, чтобы там батареарх Константинопольский Афанасий сделал его митрополитом Галецким. И вот здесь происходит очень большое чудо. Ловя Черное море, Игумену Геронтию в введении Престая Богородица, а именно икона Петровской Божьей Матери, начала говорить. Она сказала следующие очень интересные слова. «Напрасно, Геронтий, ты трудишься, ибо святительский сан достанется радскому Игумену Петру, написавшему мой святой образ». Таким образом, Престая Богородица не то, что обличила Геронтия, она предсказала будущее и сказала о том, что Геронтию не надо надеяться на то, что сбудется отечаяние, стеномерение, с которым он едет в этот город. И вместе с тем она тут же очевидно говорит, что радский Игумен Петр, радский, это тот человек, который на реке Радь был настоятелем монастыря, то есть Игуменом, радский Игумен Петр, будет митрополитом. Вместе с тем, Престая Богородица является и Константинопольскому патриарху Афанасию, и говорит о том, что именно Петр должен стать митрополитом. Так и случилось по приезду обоих. Афанасий принимает решение о рукоположении имена Петра, митрополита Киевские и всея Руси. И митрополиту Петру отдают все эти вещи архиерейского достоинства, которые Геронтии привозят из Владимира в Константинополь, включая эту самую икону Божьей Матери Петровскую, которую когда-то Петр подарил митрополиту Максима. Петр в первую очередь, конечно, приезжает в Киев. Но Киев был разоренным городом, и он, не задерживаясь там, по примеру своего предшественника, митрополита Максима, уезжает во Владимир. Но человеческий фактор, он всегда очень важен, он присущий, и он сыграл очень большую роль. Конечно, Владимирский князь, он был огорчен, и он не очень сильно жаловал митрополита Петра, в связи с тем, что именно он стал митрополитом, а не его собрат Геронтий. Чувство его, такое вот отношение к себе, митрополит Петр, он не то что покидает Владимир, он начинает сокращать свое пребывание в этом городе, дабы не смущать князя. Он посещает многие, много-много княжеств, он общается с разными князями. А тогда Русь была совершенно иной. Она была раздираема всякими войнами, между собицами. Князь шел на князя, княжество шло на княжество, все воевали за власть. И Владимир Петр, он был, наверное, одним из первых тех людей, который пытался объединить этих князей. И у него это получалось, он их объединял всех вокруг церкви, вокруг веры. И в 1315 году он приезжает в Москву. А Москва тогда была совершенно маленьким городом в стенах современного Кремля, деревянным, немноголюдным. И митрополит Петр здесь очень сильно понравилось. Тогда он перевез в город Москву все свои вещи, включая икону Божьей Матери Петровскую. Таким образом, Петровская икона Божьей Матери стала первой святыней нашего города, столицы, которая была привезена сюда. Именно тогда митрополит Петр в 1315 году, 700 лет тому назад, далеко от Кремля, может быть, в очень далеком, глубоком Подмосковье, решил построить монастырь, обитель, где бы он жил, молился в тайне от всех. Неся послушание миссия всем и предстоятеля церкви, но быть таким же молитвенником, уединенным, отшельником, как он был раньше на берегу реки Радия. Так был основан наш монастырь. Правда, митрополит Петр его посвятил не в честь себя, а в честь своего небесного покровителя, апостола Петра и его небесного собрата, апостола Павла. Таким образом, был основан наш сначала Петропавловский монастырь. Вместе с тем, митрополит Петр, общаясь с московским князем Иваном Даниловичем Калитой, предвозвещая то, что вот этот маленький, всеми забытый городок в деревянных стенах Кремля скоро станет столицей Руси. Он это говорит и просит, для этого сделать всего один шаг. Один единственный шаг после этого сделать митрополит Петр, он просил, чтобы Иван Калита начал строительство в центре Кремля храма, восвященного Престой Богородицы. Сегодня это Успенский собор московского Кремля. Именно этот храм начали строить в облаке словения митрополита Петра, и в этом храме митрополит Петр строит для себя каменную могилу, в которой завещает себя похоронить. К сожалению, митрополит Петр не должен на завершении строительства Успенского собора, но по его завещанию его похоронили в том месте, которое он сам для себя обустроил. И дальше происходят самые необычные, неожиданные вещи. Ведь митрополит Петр был митрополитом киевским, и он всего лишь переехал в город Москву по тем причинам, что Киев был разгромлен. Но имея колоссальный авторитет такого пастыря, святого при жизни, о его святости все знали еще при жизни, будущие, следующие, ее приемники, они не уезжали в Киев, они не приезжали в Владимир. Сразу после Константинополя они все приезжали в Москву, к могиле митрополита Петра. И здесь, возле могилы митрополита Петра, возле первого митрополита нашего города, они и осуществляли свое служение. Таким образом, вот с митрополита Петра все иерархи начинали служить в Москве. И это призвало к тому, что вскоре по трудам митрополита Петра все князя объединились вокруг Москвы, и Москва, по слову митрополита Петра, стала столицей Руси. Ну, а тем временем митрополита Петра канонизировали киев святых. И это тоже очень удивительно, потому что его канонизировали всего спустя шесть месяцев после его кончинения. Правда, канонизировали его спустя шесть месяцев на соборе Русской Православной Церкви. Но через 13 лет состоялся подобный собор общеправославный. И уже митрополит Петр был канонизирован по мнению Константинопольской Церкви. Были обратены мощи митрополита Петра. И с того времени частица мощей митрополита Петра хранится в нашем монастыре. А сама рака с мощей митрополита Петра находится в алтаре Успенского собора. Конечно, поклониться мощам митрополита Петра ввиду этого является практически невозможным. Именно по этим причинам каждый раз люди приходят помолиться этому угоднику Божему в наш монастырь, вот к этой иконе Митрополита Петра. Идем дальше. Рядом находится большой ковчег, в котором находится очень много самых разных святых, частиц мощей святых. Здесь находятся частицы мощей, например, мощей преподобного Сергия Радонежского, Спиридона Тремифунского, и даже преподобного Серафима Саровского. А вот этот вот зеленый свиток, его здесь, правда, плохо видно, но если вы посетите наш монастырь, то вы обязательно его увидите. Этот зеленый свиток — это частица мантии преподобного Серафима, которую он отелил при жизни. Интересная история связана с ним. Именно эта частица мощей была подарена патриарху Алексею Первому в год обретения мощей и канонизации преподобного Серафима Саровского. А спустя годы этот ковчег, союзщийся мощей преподобного и его вечными вещами, был передан в наш монастырь. Идем. Здесь находится ковчег в виде стопы. Здесь находится частица мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского. Святитель Митрофан, он жил в губоте императора Петра Первого, был его духовным наставником и служил в сертифическом храме нашего монастыря. Под тем причином, что он сам здесь служил, совершал здесь полкослужение, по благословению свящего патриарха, митрополит Воронежский Сергий передал на вечное хранение нашему монастырю частицу мощей святителя Митрофана. Частица была взята из ноги святителя, по этим причинам, как человек сделан в форме ноги. Когда на месте нашего монастыря принимал дар эту частицу, он сказал удивительные слова. Сегодня мы с вами видим, как святитель Митрофан, видимо, своими стопами вступает опять на землю святого Высокопетровского монастыря. Идем? Здесь находится почитаемая икона Божья Матери Толская. По молитвам возле этой иконы совершается много самых разных чудес. Именно по этим причинам люди благодарят Престую Богородицу такими виденными приношениями, знаками благодарности, которыми увешана эта икона. На самом деле, таких вот украшений находится в монастыре очень много. Их несколько пакетов. Но в целях охраны они все хранятся в надежном месте. А у иконы находится всего малая часть. А рядом находится ковчег с частицами монастырей Киопечерских святых. Этот ковчег был передан нашему монастырю из Киева в 2010 году в знак того, что в монастыре возродилась по благословению патриарха монашеская жизнь. А Киопечерская лавра является первым монашеским монастырем. Именно его основатели преподобный Антоний и Феодосий являются первыми монахами Руси. И вот благодаря подарку такого из Киева мы видим видимое такое преемство монашества Киев, Москва ну и другие города. А теперь идем в четверик. Сейчас мы с вами находимся в четверике. Сюда доступ не то, что запрещен, он ограничен. С этой стороны во время моксужения находится монастырский хор. В монастыре поет академический хор. И прихожане нашего монастыря они все слышали, как наш хор поет. И я каждого из вас приглашаю посетить однажды, хотя бы однажды наш монастырь, чтобы понять, что же такое академический хор нашего Высокопетровского монастыря. С другой стороны находится братское место. На этом месте проводятся братские правила. Именно здесь молятся братья за услужение. Вот это красное кресло, которое мы с вами видим, это Игуинская стасития. Это место наместника нашего монастыря. Именно здесь он молится при совершении братских правил или богослужения. Если мы с вами сейчас посмотрим наверх, то мы, наверное, плохо увидим, но посещая наш монастырь, вы сможете лучше это рассмотреть. Остатки росписи, остатки древней росписи, которая была, которая является ревестницей этой храма. Все, что мы здесь можем увидеть, это трех херувимов и две благословляющие руки. Но это практически невозможно, наверное, передать с помощью камеры и матерсляции, но мы сейчас сделаем, попытаемся сделать попыточку такую небольшую, чтобы вы вот посмотрели. Вот эти херувими, они как раз находятся вот на этом нижнем черном пятнышке. Но вот, к сожалению, наверное, никто их здесь не видит. Но я приглашаю всех к нам в гости, чтобы лично вот с этого места разлететь херувимов. И вот в этой части в четверке находятся еще две святыни. Одна из них это скульптурный образ Святого Исмелья Усты преподобного Нила Столовенского. Его мы видим здесь, именно перед этим образом братья совершают свое братское правило каждое утро. И он особенно тем, что в его руке находится частица мощей самого Святого. Этот образ был передан в наш монастырь на местном Милостолобенской пустыне в память о том, что при открытии нашего монастыря несколько насельников перешли в нашу обитель и помогли таким образом с восстановлением монашеской жизни. Но, наверное, самое интересное, что вот хранится в Учетверике, это икона Божьей Матери Казанской. Она интересна тем, что она принадлежала раньше одному из насельников нашего монастыря прославленному велики святых преподобному ученику Федору Богоревленскому. Это святой жил в 20 веке и он, как вы уже верно догадались, был репрессирован за веру. И вот, если коротко про него вспомнить, однажды в жизни у него был случай, когда он был на распутье. Он не знал, что его выбрать, служение Богу или быть врачом. Служение Богу, принятие священного сана в то время, а сначала сразу пойти на свою личную Голгофу, это значило мощнический путь. И он не знал, что выбрать. И тогда он совместно со своей сестрой начинает молиться перед этой иконой Божьей Матери. Во время молитвы Престая Богородица обратилась к молящимся, цитируя слова священного Писания. Они им слушали, как Престая Богородица сказала, «Взявшись за орала, да не узли спеть». И после этого любые сомнения у преподобного Федора Матерининского отпали, и он стремительно принимает решение поменять священность сана. На тот момент он же был иродяк, и дважды из-за этого находился в ссылках. И он ни разу в жизни не сомневался во своем выборном пути. И когда его в последний раз забирают ссылки, он офицера, которые его забирали, все равно спокойно попросил. Он сказал, «Братья, вы уже за мной пришли, взяваться мне некуда, разрешите, я в последний раз помолюсь перед этой иконой». И удивительно, но ему разрешило помолиться, он в последний раз в своей жизни запомнился перед этой иконой, и затем он ушел в ссылку. В ссылке его не убили, но он умер из-за полученных болезней, из-за недолжного образа жизни в этой ссылке, из-за чего он умер. И в 2000 году он был причислен к лику святых архиерейским собором нашей церкви. в этой иконостасе. я вам сейчас еще на одну секундочку покажу наш иконостас. Он очень интересен тем, что он выглядит, как будто он очень древний. Правда? Выглядит, как будто он очень старый-старый, возможно, даже ровесник нашего храма. Но на самом деле это новый иконостас, который был сделан в 2000-х годах. Если мы подойдем ближе, мы увидим после этого иконостаса пособ. Вот этот пособ мы сами увидим. Это знак патриаршей власти. Дело в том, что Высокопетрогский монастырь является Ставропагиальным монастырем. Слово Ставропагиальный значит, что крест здесь водружал Святейший Патриарх. И это значит, что монастырь напрямую подчиняется Святейшему Патриарху. И как символ этого подчинения Патриарху здесь находится посох символ патриаршего служения, символ патриаршего власти. И есть интересный нюанс. Форма этого посоха повторяет форму посоха митрополита Петра, который хранится в Успенском соборе Кремля. И если рассказать еще коротко про этот посох, то этот посох передается от митрополита Петра к каждому предстоятелю, как видимая передача духовной власти и ответственности за всю нашу церковь. И святейший патриарх Кирилл, когда совершалась его интернизация на патриарший престол, и ему был вручен этот патриарший посох, этот посох митрополита Петра. Сегодня этот посох находится в Успенском соборе Кремля, и каждый желающий, посещая этот храм, сможет увидеть Офинник, настоящий посох, с которым служил митрополит Петр. А теперь давайте пройдем к выходу. На минуточку остановимся возле этой иконы. Это икона Собор Новомучеников и Исповедников Высокопетровского монастыря. Дело в том, что в 2000 году на Архиорейском соборе был коронизирован не только преподобный мученик Федор Богоявленский, но еще девять священников, насильников и даже прихожан нашего монастыря. Все они находятся вот на этой иконе, и самые интересные слабые земли же. Мы вот сразу среди всех святых можем определить, где же находится преподобный мученик Федор Богоявленский. Это святой, который держит в своих руках Казанскую икону Божьей Матери. Ну, а теперь вернемся к истории нашего монастыря и посетим уже исторические страницы нашего монастыря. Идем. так выглядит наш монастырь сегодня. Этот архитектурный комплекс, который мы с вами видим, был выстроен в конце 17-го, начале 18-го века силами семьи Нарышкиных с особенным участием именно царя Петра и его матери, царицы Натали Кирилловой Нарышкиной. Давайте пройдем вот углубь монастыря. Сейчас мы с вами видим самый маленький храм нашего монастыря. Это собор. Собор митрополита Петра. Несмотря на то, что это самый маленький храм, это самый главный храм нашей обители. Именно на этом месте в 1315 году митрополит Петр построил деревянный храм и посвятил его своему небесному покровителю апостолу Петру и его небесному собрату апостолу Павлу. И таким образом наш монастырь был и назван Петропавловским монастырем благодаря деревянной церкви, которая находилась здесь. Но после смерти митрополита Петра, как я уже говорил, Ян Данилович Калита приказал обновить этот храм, а затем переосвятить в честь самого святителя Петра. И с того времени наш монастырь меняет свое название с Петропавловского на Петровский на Высоком или Высокопетровский монастырь. Слово Высоко присутствует в названии нашего монастыря исключительно из-за того, что монастырь находится на одном из холмов нашего города. Но в простонародье монастырь еще 200 лет после переименования называют Петропавловским. Вот только благодаря строительству этого храма в камне в 1514 году монастырь окончательно меняет свое название на Высокопетровский монастырь. Именно чаянием московского князя Ивана Третьего деревянный ветки храм был перестроен в этот каменный собор. Неспециально для тридцатого этого храма был приглашен итальянский зодчий Алавиза Ламберти де Монтаньяна, который известен на Руси как Алавиза Фрязин или Алавиза Новый. Его творению его рукам принадлежит еще и Архангельский собор в Кремле, а также ряд других более мелких храмов в Москве, которые, к сожалению, не дошли до наших времен. Часть из них были уничтожены в советском прошлом. Например, главный собор зачательского женского савропегельного монастыря был построен также Алавиза Фрязин Но в советское время весь монастырь был взорван вместе с этим собором и на их месте располагался детский сад. Пройдем? Сейчас мы находимся у входа в главный храм нашего монастыря и мы с вами можем видеть, что вход в храм украшен барызгепом, таким вот каменной иконой, каменным ликом святителем Петра. То есть мы с вами стоя здесь сможем понять, что этот храм посвящен именно митрополита Петру. Сегодня это действующий храм, в котором также совершается богослужение. В летний период, когда на улице тепло, в этом храме совершается богослужение каждый день, каждый будний день. Но из-за того, что храм очень древний и здесь не решен вопрос с отоплением в зимний период, раннее богослужение и богослужение в будние дни совершаются в других храмах нашего монастыря более позднего периода постройки. Пройдем внутрь храма. К сожалению, прямо сейчас мы не можем мимо пройти. Там проходит не онлайн, а обычная экскурсия. Но мы с вами обязательно его посетим, потому что много интересных историй связано с этих храмов, которые я бы хотел вам сегодня рассказать, в том числе одно из последних чудес оставило в этом храме большой и очень явный след. Если вы хотите услышать про это, оставайтесь с нами. А теперь немножко пройдем. Если смотреть на этот храм с этой стороны, то мы с вами можем видеть, что сквозь красный свет проступают какие-то темные пятна. Мы с вами можем видеть над белой дверью какой-то порожек. А также над этим окном мы можем с вами видеть такую незаложенную часть, такую большую дыру. Дело в том, что то, как мы с вами видим, храм был построен Оливиза Фрязиным в 1514 году. Но когда Петр Первый начинал обустраивать наш монастырь, он хотел и видоизменить этот храм. Конечно, разрушить он его не хотел, может быть, не мог или боялся, но он хотел его как-то изменить. Он хотел, чтобы по отношению к этому храму тоже постоянно вспоминали императора Петра Первого, тогда еще царя. Вот сейчас мы его вспомним. Дело в том, что царь приказал вот эти узкие двери и окна, которые мы сами сегодня видим, сделать большими, квадратными, барочными, такими, как, например, в соседнем храме через Баглибской иконы Божьей Матери. Кроме этого, Петр Первый купол храма озолотил, купол храма был сделан из золота, и внутри также сделал небольшую реставрацию и поменял иконостас. А вот свободное пространство между большими барочными окнами и дверями Петр Первый приказал расписать всякими визелями в виде растений. Также Петр Первый приказал построить вокруг этого храма губище, белокамерное губище, которое мы с вами сейчас видим. Таким образом, Петр Первый хотел показать, возвысить храмы Тропы митрополита Петра над остальными храмами нашего монастыря, чтобы каждый заходящий в наш монастырь видел, что главный храм это храм в честь митрополита Петра, что он находится на таком возвышении, на таком постументе, на кафедре, если хотите. Этот храм был построен, напомню, в 1514 году, и этому храму в 1414 году исполнилось 500 лет. Это самый древний храм на территории нашего монастыря, и что самое интересное, это один из древнейших храмов вообще в Москве и в сценах Белого города. А вот почему же окна и двери сегодня прямоугольные, и узкие? И почему же просматривать вот эти узоры? Дело в том, что в советское время, когда наш монастырь был закрыт, и вся территория нашего монастыря принадлежала советскому министерству культуры и спорта, именно они взялись за дело реставрации храмов нашего монастыря. Конечно, финансирование было совершенно ограниченным, и тогда министерство успело отреставрировать только небольшую часть храма митрополита Петра. Ну, что же они сделали? Они ему вернули первозданный облик, то, как храм выглядел при его строительстве аля виза фрязином. То есть, заложили все эти квадратные большие окна и двери, сделали их, опять-таки, узкими, так, как их строил аля виза фрязин. Но в память о том, что все двери были большими квадратными, над каждой дверью оставили вот такой порожек, который мы с вами видим вот над этой дверью. И одно окно заложили не полностью. Вот это окно, которое мы с вами только что видели, как раз его заложили не полностью, чтобы каждый мог видеть и понять, какого размера были эти окна. И если приглядеться, то внутри вот этой незаложенной части можно даже разглядеть решетку времен самого императора Петра I. А вот что касается этих вензелей? Ну, когда закладывали эти окна и двери, вензеля оставались, но они уже не смотрелись. И поэтому тогда было принято решение реставраторами все это покрыть краской цвета кирпича. Но с тщением времени эта краска начала опадать, и сегодня мы с вами видим вот эти вот вензеля, древние вензеля, которые еще в конце 17 века были нанесены на стены нашего храма. И есть еще очень интересные истории, связанные с нашим монастырем. И точнее с этим храмом. Дело в том, что начиная еще с митрополита Петра, с того периода, когда храм был деревянный, и затем, когда храм был уже каменный, за храмом находилось монастырское кладбище. здесь храмом. Здесь хранили не только насельников, братьев монастыря, но и горожан, которые участвовали в жизни монастыря какими-то особенными пожертвованиями, каким-то особенным, таким деятельным участием. Их здесь хранили. Например, на территории монастыря похоронен первый губернатор Санкт-Петербурга. На территории монастыря похоронена семья Нарышкиных по материнской линии родственники императора Петра I. И вот часть кладбища находится как раз за храмом Метрополита Петра, который мы с вами видим. Вот эта вся площадка, засыпанная снегом, возле которой мы с вами сейчас проходим, это является кладбищем. Это является кладбищем. Но в советское время, в советское время, когда строили метро, рядом с нашим монастырем, станции метро Чеховская, Пушкинская, Тверская, весь строительный мусор был вывезен на территорию нашего монастыря и таким образом монастырь был засыпан землей. И под землей оказались не только сооружения нашего монастыря, но и монастырское кладбище. И когда имущество монастыря, его знания были нациализированы, на территории монастыря проживало около 800 рабочих. И конечно, когда у этих людей были или появлялись дети, появилась необходимость в том, чтобы было пососедствовать детский сад. И тогда правительством нашего города было принято решение обустроить детский сад как раз на вот этой освободившейся площадке на засыпанном кладбище монастыря. И по сегодняшний день на этом кладбище находится детский сад. И вот в этом году были проведены археологические работы. Археологические работы были проведены в рамках начала реставрации нашего монастыря. И сейчас мы, к сожалению, не видим, потому что все раскопы закрыты деревянными щитами и засыпаны землей, но под ними мы можем с вами видеть старинные, древние надгробные плиты, которые лежат на своем месте. Самую древнюю плиту, которую удалось найти в этом году, еще в небольших масштабах раскопок, это плита насильника нашего монастыря 1510 года. Представляете, нагробная плита 1510 года сделана из белого камня, древняя, полностью сохранившаяся, на которой видны все буквы, все вензеля, все изображения. Она лежит на своем историческом месте. И она по всему больший день находится здесь, под землей. И сегодня это дает полагать исследователям и археологам, то, что весь этот монастырский некрополь, который находится под землей, чудом остался жив. То есть, если мы однажды снимем весь этот слой земли, то мы с вами увидим вот эти вот древние, очень интересные могильные плиты. Здесь вот находится небольшое изображение нашего монастыря, как он выглядел в советское время. Таких изображений в интернете полно. Но почему я хочу именно сейчас обратить на это внимание? Я совершенно недавно говорил о том, что храм Метрополиты Патрия выглядел иначе. Были широкие квадратные окна и двери. И вот именно эти окна и двери мы сейчас с вами видим вот на этой фотографии советского периода. Мы видим, какие большие окна. и сразу мы с вами видим, что окна побиты. Окна с вами побиты, что нас сразу отводит к этому богоборческому периоду. Если присмотреться вот в этот нижний угол фотографии, то мы увидим, как за храмом Метрополита Петра идет такая нитка, растяжка, на которой жители, которые жили на территории монастыря, вешали и сушили белье. Это было бы как раз здесь, где заканчивается поворот храма Метрополита Петра. Также, глядя на эту картину, на эту фотографию, мы с вами можем видеть вот эти вот вензеля, расписанные вокруг дверей и окон. То есть именно так храм планировал, чтобы он остался в истории император Петр I. А если пройти еще дальше, мы с вами видим следующий за храмом, Боголюбский храм, который находится без куполов. Про Боголюбский храм я вам расскажу немножечко позднее, а сейчас, я думаю, пришло самое время пройти внутрь храма Метрополита Петра. И пока мы заходим, подходим к самому храму, я прошу вас обратить внимание на то, как храм построен. Вот видите, в строении храма находится очень много-много лепестков. Таких лепестков в храме восемь. Он построен как вифлеемская путеводительная восьмиконечная звезда. И вот вы знаете, вот эта вот мысль, почему именно Оливийсов Фрязин решил построить храма Метрополита Петра как вифлеемскую звезду. Я очень долго рассуждал, думал, как же так может быть. И возможно, есть какая-то официальная версия, про которую я не знаю, но почему-то мне думается, что в этом есть такой вот глубокий смысл. Вифлеемская звезда 2000 лет назад указала Волхван путь к пещере, где родился Спаситель, где они ему поклонились. И вот на первой Оливийсов Фрязин строя храм в виде эвриемской звезды, он указывает, что путь к такому единению нашей России является митрополит Петр. Мы это видим на результате служения самого митрополита Петра еще при его жизни в 14 веке. И я думаю, в шедре весьма актуальна эта мысль и в наше время. Проходим внутрь. Сейчас мы с вами находимся на самом древнем храме нашего монастыря, храме в честь митрополита Петра. К сожалению, здесь не сохранилось ничего древнего, никаких древних икон или фресок. Все это было написано в недавнее время, во время реставрации этого храма. Этот храм был отреставрирован в последний раз в 2004 году, именно в этот период, и были расписаны своды этого храма. Если мы с вами сейчас посмотрим на все росписи этого храма, то мы с вами видим, что большинство из них нам рассказывают о жизни святителя Петра. Дело в том, что великий кинописец Дионисия написав образ митрополита Петра с клеем на которых изображается житие митрополита Петра, эта икона была взята за основу к росписям этого храма. Вот каждое маленькое кремо иконы Дионисия выросло в масштабах этого храма и теперь находится на сводах этой церкви. И сегодня рассматриваем все эти фрески, мы с вами можем, благодаря этим иллюстрациям, просто прочитать всю жизнь митрополита Петра от его рождения и чудесного явления его матери до его успения, до его похорон в Успенском соборе кремлян. Самое интересное, что я хотел рассказать про этот храм, это то, что совершенно недавно здесь совершилось одно очень большое чудо. Во время богослужения в этот храм ударила молния, это была жаровая молния, которая вошла внутрь храма во время вещарной службы и молния ударила в деревянную конституцию и после этого исчезла. И после этого удара в этом храме остались только вот эти вот нимбы, которые обгорели. И вот мы сами видим, что обгорели особенно нимбы у Иоанна Предтечи, немного у Спасителя и сверху у иконы Троицы. мы видим обгоревшие нимбы ангелов. И вот братья нашего монастыря это чудо, этот случай связывает именно с Иоанном Предтечи. Есть несколько вариантов, почему именно так. Во-первых, мы сами видим, что ним Иоанна Предтечи последовало больше всего. Во-вторых, служба совершалась в тот день, когда мы почитали Иоанна Предтечи, и кроме этого, это было недолго после дня рождения Иоанна Предтечи. Ну а вместе с тем, во всех наших святоотеческих предания Иоанна Предтечи, он воспринимается как одним из первых монахов из-за его такого особенного аркетического образа жизни. И это особенно трогательно считается вместе с тем, что спустя несколько лет после этого чуда в Роман-Мастере была возрождена монашеская жизнь. И идем дальше. но остается совершенно нерешенным и неправедленным вопросом. Причем здесь Нарышкины? Причем здесь император Петр I? Почему вдруг такое внимание Нарышкины царь Петр уделяет нашему монастырю? А все очень просто. Дело в том, что семья Нарышкиных жила неподалеку от нашего монастыря, буквально через забор. И они были прикажанами нашей обители. Особенно чтили митрополита Петра. И когда у Натальи Кирилловны Нарышкины рождается сын от царя Алексея Михайловича, его называют в честь московского митрополита Петром. И тогда дед Петра I Кирилл Пулактович Нарышкин решил подарить нашему монастырю то имение, которым он владел, которое граничило с нашим монастырем. На территории монастыря увеличилось вдвое. И вот спустя годы, когда уже Петр I подрастал, монастырь ощущал такую очень сильную помощь от семьи Нарышкиной и от самого царя Петра. Ну а, конечно, поводом к этой помощи нередко были совершенно нерадостные события в жизни будущего императора Всероссийского. Например, когда Петру I было всего семь лет, случается первый стрелецкий бунт. Тогда на глазах у маленького мальчика Петра были жестоким образом убиты его родные дяди Иян и Афанасий Кириллович Нарышкин. Именно из-за этого историки считают, что у императора Петра и был вот этот стик, который остался с ним до конца жизни. Его это панические припадки, когда он подозревал во всем всех, когда он очень переживал, нервничал и боялся. Это все император Петр I получил еще в детстве, когда на его глазах буквально на куски разорвали его дяди Иоанна и Афанасия Кириллович Нарышкина. Самое ужасное в этой истории то, что родственникам запретили прикасаться к телам убиток на протяжении трех дней. На протяжении трех дней им запрещали их хоронить, и они лежали на Красной площади на всеобщее попирание. Только спустя три дня царица Наталья имела возможность похоронить своих братьев Иоанна и Афанасия, и местом похорон был избран Высокопетровский монастырь. Именно здесь, вот на этом месте были похоронены Иоанна и Афанасия Кирилловича Нарышкина. Тогда в этом месте находилась деревянная церковь в честь покрова прежде Богородицы, под которой и были похоронены Иоанна и Афанасия Кирилловича. Спустя два года после этих событий Петр I путешествует своей матерью в Боголюбово, в Боголюбский мужской монастырь, и ему на память дарят список из чудотворной Боголюбской иконы Божьей Матери. И тогда Петр I возвращается в Москву и приказывает Покровский храм разобрать, а на месте Покровского храма и на месте погребения его родственников Иоанна и Афанасия Кирилловича Нарышкиных построить большой пятиглавый Боголюбский храм для вечной молитвы, для вечного поминовения его невинно убитых дядей. И действительно после указа Петра I был разобран Покровский храм и на месте могил Иоанна и Афанасия Кирилловича Нарышкиных за несколько лет вырос вот этот большой пятиглавый Боголюбский храм. И это очень интересно. Это интересно и тем, что изучая историю этого храма мы видим массу записи, которые свидетельствуют о том, что Петр I принимает очень деятельное участие в истории этого храма. Его было-то всего 10-11 лет, но уже тогда он писал, где лучший песок, где лучшие деревья, где лучшие извести. Он сам последовал за этим всем. Из-за того, что храм был построен над могилами Иоанна и Афанасия, он становится родовой усыпальницей семьи Нарышкиных. И внутри этого храма похоронено около 20 человек из этой семьи, родственников Петра I по материнской линии. И в этом храме есть еще тайное царское моление кумы. К сожалению, мы с вами сейчас не можем пройти внутрь этого храма, потому что в советское время в этом храме находился завод по ремонту легкой техники. Храм был разбит внутри. Были разбиты пол, были разбиты в некоторых местах стены, фрески более заштукатурные. Из-за того, что там находились станки для работы и изготовления каких-то деталей для моторов, использовалось обильное количество масла, и этим маслом был залит весь пол этого храма. В храме был настроен дополнительный второй этаж, и в таком виде храм дошел до нашей книги. Он по сегодняшний день не отреставрирован, и в нем не совершается богослужение. Только раз в год, в День памяти Баклюбской иконы Божьей Матери, в этом храме совершается литургия в престольный день этого храма. Раз в год только можно посетить этот храм, в другие дни это невозможно. Сейчас мы вот прошли к алтарной части этого храма, и я хотел бы обратить ваше внимание на вот этих два окошка. Эти два окошка находятся в маленькой комнатке, которая находится сразу над алтарем. Именно вот в этой комнатке и молился при жизни царь Петр. Эта комнатка называется царской молельной, тайной молельной комнаты императора Петра I. Почему тайной? Тайной, потому что никто не знал о его существовании, кроме братья и монастыря. Петр I мог совершенно спокойно заходить в алтарь этой церкви через привратницы, подниматься наверх по ступенечкам, которые вели с алтаря на второй этаж этой комнатки, и совершенно спокойно молиться там. Молиться там во время богослужений, или молиться там в какие-то другие моменты, когда ему особенно хотелось уединиться. И вот когда он еще был юным мальчиком, и когда только построили этот храм, в летописях мы можем встретить множество воспоминаний, где говорится о том, что Петр I он любил, оказывается, петь. Поэтому очень часто он молился не в своей тайной комнатке, а молился на братском клиросе, и вместе с братьями пел на богослужении. Но мы с вами также можем видеть, что иногда читать в летописях, что иногда Петр I принимал такое очень детское, игривое, как бы это сказать, игривое участие в панамарстве. Он мог задавать свечки в алтаре. Вот такие какие-то вещи он делал. И вот это все очень тесно нас переплетает, связывает с историей императора Петера I и с его домом, с ее фамилией, с его семьей. Сейчас я вас попрошу еще раз обратить внимание на храм в честь Панкли Всехом Богослужиматери, потому что вот мы с вами видим, в каком стиле он построен. Красный храм с белыми наличниками. И этот стиль это развитый стиль, усовершенствованный стиль московского барокко, который называется сегодня Нарышкинский барокко. Именно в таком стиле и был выстроен весь наш монастырский комплекс. И из-за этого, что именно из-за того, что Петр I створит Богослужимский храм в таком стиле, он решает храм Метрополита Петра видоизменить так, как я уже повторил. Вот сейчас мы находимся рядом с нашей колокольней и я думаю, что не надо упускать такой возможности. Мы сейчас попробуем с вами пройти в одну часовню. Даже москвичи не все знают о том, что у нас есть такая часовня и мы с вами сейчас не пройдем. Но перед тем, как мы не пройдем, я вам еще расскажу немножко о истории этой колокольни. Во-первых, это очень уникальное здание. Это ровесник храма Багливской иконы Божьей Матери. Это здание уникальное тем, что оно в себя обещает три отдельных помещения по функционалу три отдельных. Первое это вход на территорию монастыря в святые врата, через которые мы с вами сейчас пройдем. На втором этаже над святыми вратами Петра Петра приказывает построить храм в честь покроват Святой Богородицы. Именно в престол сетеревянного храма в честь покроват Святой Богородицы, который находился на месте Багливской храма, Петр Пера приказал перенести и поставить над святыми вратами. А над уже самим храмом Петр Пера приказывает построить двухэтажную двухъярусную колокольню. Двухъярусную колокольню Петр Пера строит в память о двух своих убиенных дядях Иоанна и Афанасия Кирилловичей Нарышкина. И вот такое вот здание, которое вмещает на себе три функциональных типа, явилось первое на Москве, когда это и святые врата, и храм, и колокольники, и все одновременно. Давайте с вами пройдем в часов вот мы сейчас с вами будем находить в часов я вам пожалуюсь на жизнь обращу ваше внимание на стены нашей колокольни. Конечно, мы уже начали реставраться нашего монастыря, потому что все удели как уловка дело обстоит со сохранностью нашего монастыря. Как я сказал, в советское время весь монастырь был супрозектой. И круто оказался выше уровня фундамента. И из-за этого здания на сегодняшний день вбитывая земельная влага и, соответственно, они разрушаются. И вот непосредственно можно видеть, что происходит с кирпичами, когда мы к ним прикасаемся. Они просто рассыпаются. И это происходит постоянно. Это происходит во всех храмах. Это происходит под пресками, под розпись. Даже в тех местах, где наполовно сделана небольшая реставрация совершенно не дал мне вредь. Теперь путем в нашу часовню. икона 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 Божьей Матери. Это часовня икона Казанской Божьей Матери. Вот по-моему, это икона совершаются самые разные чудеса. Очень болезная массу историй, когда приставил Благородица по молитвам возле этой иконы посылает какие-то особенные вещи, исполненные, молебные. Сама часовня достаточно маленькая по своему строению. Но может быть это связано с тем, что приставил Благородица настолько многим людям помогла, что люди не успеют покатырить ее. А вот перед тем, как мы покинем часовня, я бы хотел обратить ваше внимание на эту фреску. Вот эта фреска стоит с Еленой, преподобной Сергея Радмужского и Святой Марии Египетской. Из-за чего того, что большинство фресок здесь, они рассказывают про престой Благородицы и некоторых местах про именно Казанскую икону Божьей Матери. А что делать вот эта фреска здесь? Дело в том, что однажды некий человек по имени Серги прогуливался по нашему монастаю и ему провели экскурсию по нашей обители и ему рассказали про эту часовню про четвертую икону Божьей Матери и он решил и он решил отреставировать собственными стенами всю эту часовню. Это было совсем недавно, это было десять лет назад и в память об этом и в благодарность ему здесь была написана его семейная икона. Здесь была написана икона, на которой изображается небесный покровитель самого Сергия, преподобный Сергей Радонжский, а также небесный покровитель его жены и ребенка, то есть святая царица Елена и святая Мария Египетская. Совершенно недавно, несколько минут назад, перед тем, как войти в сейчас в сон, я вам рассказывал о том, что все рассыпается, все ружится в нашем монастыре за то, что его засыпали землей и мы сейчас пытаемся решить этот вопрос и вот в этой сон мы сами можем видеть результат вот этой недавно, совершенно недавно реставрации, которая сделана в случае того, что колокольня еще находится засыпанная землей. Вот если мы посмотрим вот эти места мы видим как фреска она просто отходит целым пластом. А если посмотрим вот этот угол мы сами видим даже вот эти рассыпающиеся кирпичи и вот такое состояние не только колокольни и не только наши часовни но и все храмы и здания нашего монастыря но мы пытаемся это решить и мы убываем на Бога что в ближайших 5 лет высокопередов пр짚е от остына и под ним нужно еще и рассказать много о сербинском храме в которой мы с вами были в самом начале нашего пути. Сергиевский храм оказался на территории нашего монастыря тоже не просто так. Все мы знаем из жизни Петра Первого и из истории нашего Отечества, что по достижению совершеннолетия случается в жизни Петра Первого, Второй, Стрельницкий. Петр Первый находит спасение в стенах Троицы Сергиев и Лавры и в память о своем спасении в монастыре, посвященном преподобному Сергиеву Радонежскому, Петр Первый строит на территории Троицы Сергиев и Лавры храм, посвященный преподобному Сергиеву Радонежскому, а также на территории нашего монастыря копию этого храма, храм, посвященный преподобному Сергиеву Радонежскому. Таким образом, вокруг храма митрополита Петра были построены две симметричные церкви. боголюбский храм и и храм чей сергия радужского и это строили боголюбский храм была построена и коллагольня нашего монастыря таким образом трудами петра первого вот был возведен вот этот монастырский комплекс ансамбль который мы с вами сейчас видим а мы с вами также видим отверстие нашего монастыря еще одну церковь желтый храм честь икона божьей матери толстый он был построен не самим оператора петра первым но его родственницей стасдамы анастасии дело в том что когда петр первый спасся остерцов во время второго советского бунта это все случилось 8 августа в день празднования толстой иконы божьей матери и эта икона стала родовой покровительницей семьи нарышкиных именно по этим причинам создам анастасия решила построить на территории нашего монастыря еще один храм храм честовской иконы божьей матери еще раз память о том что это первый спасся столицов в день праздника этой иконы в тройце сергиевой лавры я хотел бы с вами посетить этот храм но это не является возможностью здесь тем что в этом храме мы проводим крестины и вот у нас вот они проводятся каждый день постоянно и вот прямо сейчас в этом храме совершается таинство крещения и в связи с тем что мы неудобно беспокоить людей в этот волнице не торжественный момент мы с вами и не можем посетить этот храм но если вы когда-то сподобитесь посетить нашу высокопетровскую обитель вы обязательно зайдите в этот храм каждый день в пятнадцать ноль ноль и пятнадцать мы просите а 14 в этом храме совершается акафистное пение вот приходите в 14 0 в храм я вместе с нашими прихожанами помолитесь перед толсткой иконой божьей матери которая хранится в этом монастыре это в этом этом храме это еще одна чудотворная почитаемая икона в нашем храме перед которой каждый день 14 0 совершается акафист а пока мы с вами пройдем на территорию на другую территорию нашего монастыря на территорию которая раньше принадлежала семьи нарышкиным ту территорию которая подарила кирилл плактович нарышкин дед патра первого нашему монастырю при рождении его внука будущего императора петра первого наверное когда все говорят о москве все вспоминают какие-то большие известные здания как сталинская высотка или например или например москва-сити а вот мало кто знает что вы во время семи нарышкиных в 18 18 веке в москве находилась находился аналог большого длинного здания которое впечатляло всех своим масштабами и все к нему прибегали смотреть конечно не фотографироваться тогда таких возможностей не было но смотреть это были нарышкинские палаты это дом семьи нарышкиных который был передан нашему монастырю это длинные это длинное двухэтажное здание где жила семья нарышкина где жил кирилл плактович нарышкин наталья кирилловна нарышкина где они росли где они выросли когда передали это помещение это здание нашему монастырю здесь были обустроены кель и братья нашего монастыря а также здесь находился партияльная библиотека и трапезные наши обители но в советское время во всем как и во всем нашем монастыре так и в нарышских палатах были расположены коммунальные квартиры и до недавнего времени еще со советской времен здесь находился здесь находился музей и литературный музей который чаяниями руководство нашей страны был как бы правильно сказать этот музей период его перенесли в другое здание в центре столицы в центре столицы и теперь находится на стадии реставрации этого здания нарышских палат когда вскоре здесь опять-таки окажется монастырская библиотека братская трапезная но и постоянный музей рассказывающий о истории нашего монастыря один из залов уже существует этот зал посвящен наверно самому удивительному самому интересному урывку из истории нашего монастыря советскому периоду почему его удивительному интересному потому что когда все монастыри все храмы закрывали и они терпели какие-то очень непредсказуемые очень не такие вот совершенно жестокие с ним проследили события в нашем монастырь я помнилась и божий все происходило совершенно по-другому наш монастырь тоже закрыли братья монастыря тоже разогнали но в монастыре образуется тайна монашеская община тайна монашеская община которая сегодня мы смогли насчитать более 200 тайных монахов мы проводим исследования по сегодняшний день и мы находим каждый день все новые новые имена женщин и мужчин принявших монашеский постриг в советское время и примкнувших к тайному петровскому монашескому скажем обществу и вот истории этого движения вот этого тайной обители и посвящена наша первая экспозиция к сожалению я вот прям все сегодня не могу так долго еще при этом рассказать но я приглашаю наш монастырь чтобы вам показать эту экспозицию и рассказать и рассказать про на наши тайных монахов вот про одного я сам уже рассказывал преподобного мученика федора богаевленского в силу того что он был священником и священник а не только монах он не совсем был тайный он явно действовал и за это был казнен и и за это был репрессирован за это его забрали в лагеря но и были монахи которые жили в миру но которые оставались монахами их судьбы очень интересные истории совершенно невероятные именно про это мы вам сможем рассказать в нашем выставке в нашем музее ну а сейчас мы с вами находимся во втором дворе нашего монастыря это этот тот самый двор в котором проходили детские годы мать или петра первого наталья кирилла нарышкиной и именно его подарили нашему монастырю когда родился на свет наследник царского престола будучи император петра первой вот здесь находится это двухэтажное большое здание которое привлекало внимание и взоры в 17 веке как сегодня москва сети и сталинские высотки а вот если мы посмотрим сюда мы с вами увидим самый последний построен на территории нашего монастыря храм храм честь апостолов петра и павла этот храм был построен в 18 веке и был построен честь на пахомия великого но скоро после его строительства храм сгорел и затем храм отремонтировали перестроили и пересветили честь апостола петра и павла но потом начались другие интересные истории связанные с войной с наполеоном советское время и храм оказалось таким очень многострадаем и вот сегодня мы только завершили внешнюю реставрацию этого храма вот если мы с вами будем смотреть на храм мы сами увидим что он полностью обновлен под кред храма нижняя часть храма сделанной из белого камня совершенно новое мы сами видим что храм построен сверху тоже полностью обновленные двери окна решетки купола крест все это обновлено внутри храма проводится заключительные этапы папа белки этого храма совсем скоро здесь будет установлен иконостас и божьей милостью братья молиться с грядущем году мы приступим к важному историческому событию освещение этого храма в честь апостолов петра и павла но почему честь апостолов петра и павла и на этот вопрос у нас есть очень интересный ответ помните он говорил когда петр первый просите когда митрополит петр основал ваш монастырь он построил первый деревянный храм на территории нашего монастыря в честь апостола петра и павла и помятую о том что на территории нашего монастыря первым храмом был именно такой храм это храм и ранее бог посвящен апостолу петру и павлу и в будущем гряду и в будущем году он будет освещен именно в честь апостола петра петру и павлу а вот сейчас мы с вами возвращаясь назад пройдем мимо галерей нарыжских палат и я бы вам хотел показать очень интересные вещи дело в том что я уже упомянул о том что в нарыжских палатах находилась семейное захоронение семьи нарыжкиных как же это выглядело внутри храма а выглядело это так большой трапезный храм как сервиский храм но по всей вот этой площади этого храма находились могильные плиты могильные плиты которые в советское время были выброшены с этого храма но часть из них удалось сохранить и вот они как раз находится в нижней галерея сервисского храма собственно их мы с вами и видим вот если мы с вами посмотрим то присмотримся к ним то мы даже увидим какие-то надписи какие-то рисунки все это просматривается очень хорошо вот на этих плитах вот особенно хорошо видны буквы целые буквы целое продолжение вот на этой плите может посмотреть сюда пожалуйста вы видите как как хорошо сохранились буквы а ведь это нагробная плита 17-18 века наверное здесь всем бросается глаза будет вот большие большие яйца которые расписаны и очень цветаста дело в том что на пасху нашем монастыре в этом этом году проходил очень интересный пасхальный фестиваль где детки из разных школ в режиме реального времени расписывали вот такие вот яйца сейчас мы с вами пройдем сбоку и увидимся и другие яйца которые не расписывали и таким образом участвовали в конкурсе по росписи яиц и затем были награждены самые талантливые на самом деле были награждены все потому что все дети талантливые но вот эти вот плоды творения детских рук на пасху этого года мы с вами сейчас увидим прошу за мной обратите внимание впереди вот это такое незамысловатое очень такое немножко страшное здание здание красное кирпичное это бывшие конюшни где хранились где жили лошади императора петра первого но в настоящее время мы ведем вопрос о реставрации этого здания и наверное совершенно вскоре но будет отреставрированы и именно в этом корпусе будет жить часть братья нашего монастыря обратно к нашим яйцам то мы с вами увидим вот эти пасхальные яйца которые были расписаны все они здесь находятся но огол я вас сюда в первую очередь рассказать не про сами пасхальные вот эти вот большие пасхальные по украински писанки или крашенки я уже говорил о том что на территории монастыря находится кладбище под землей которого находится в идеальной сохранности к и плиты и вот это одна из плит которая была понята из грунта лет 15 назад когда мы садили розы на территории монастыря и вот как вы видите здесь сохранили все слова всех буквы и мы знаем что это плита лежала на двойной могиле двух братьев нашего монастыря которые были похоронены рядом не только потому что они были братьями нашего монастыря но и родными братьями и вот эта плита находилась на месте их захоронение и таким образом она дожила до наших дней это плита на секундочку 1718 года и вот таким вот образом она сохранилась по сегодняшний день несмотря на то что последних почти 100 лет она хранилась под землей так как сейчас мы сами вернемся главную площадь нашего монастыря я попытаемся сделать невероятные проникнуть на первый этаж колокольни нашего монастыря кстати про колокольни нашего монастыря в этом году уже успели отреставрировать 2 2 яруса 2 2 2 яруса нашей колокольни на которой находят находились раньше колокола сейчас они в рамках реставрации были сняты но скоро на их подвесим обратно и 2 яруса были отреставрированы в этом году в будущем году отреставрируют нижний ярус не затем будет еще обновлен я храм честь покрыва престой богородицы в которой мы сейчас пытаемся опроникнуть вот я не обещаю что нам это удастся в связи с тем что у нас сейчас на территории монастыря параллельно проходит очень много экскурсий и там могут быть целые очереди толпы полотников стоящих очереди чтобы попасть в этот храм но мы вот с вами вместе сейчас попробуем прям эфире дать это этого храма если он еще не закрыт на ключ этот храм почему я хочу вам его обязательно показать этот храм сделан совершенно уникальным удивительном стиле его все внутреннее убранство сделано из керамических икон керамические иконы это такие вот объемные иконы сделанные из глины из керамики делаю такую вот форму иконы и затем это все высовывать в печь обжигают что дверь закрыта поэтому мы обойдемся видимо исключительно моими рассказами и теми возможностями которые я имею сейчас эти вот и делают из глина и форму икону иконы и когда еще эта глина она влажная на нее наносят краски и затем ее обжигают и обжигает в печи под большой температурой и таким образом делаются такие большие керамические иконы вот аналог такой иконы мы с вами можем видеть на стене новского храма здесь мы с вами видим толстую икону даже мастере это не совсем керамика но это тот что может принципе дать представление о тех иконах о том убранстве которые находятся в храме в честь пресвятой богородицы иконы пока мы находимся на этом месте я еще вам хотел бы рассказать одну очень грустную историю связанную область с этой частью на самом деле это братское захоронение во время войны си наполеона французской маршал мартье находился на территории нашего монастыря и он оказнил на территории нашего монастыря москвичи которых он обменял в поджогах столицы и эти москвичи здесь расстреливали и здесь же и хоронили хранили конкретно это месте под стеной монастыря между толстым храмом и между колокольями и когда мы закончим реставрацию нашего монастыря когда все вопросы о снятии бунда будет решены вскоре здесь появится памятник посвященным жертвам тем жертвам которые были убиты во время войны с наполеоном ну а на этом у меня все я всех благодарю за то что вы провели все это время со мной слушали мою немножко затянувшуюся онлайн-экскурсия по высокопетровскому монастырю но если у вас есть какие-то вопросы по историю нашего монастыря у вас есть два варианта первое эти вопросы вы можете описать под этим видео в комментариях и затем отдельной трансляции мы посетим отдельной трансляции отвечая на самые интересные на повторяющиеся вопросы если у вас есть возможность лучше конечно посетите наш монастырь и я или другой экскурсовод нашего монастыря вам покажем лично монастырь и вы сможете вживую задать свои вопросы и также у вас есть другая еще возможность третье но не менее интересная наш монастырь ведет активную жизнь социальных сетях вы можете найти и страницы нашего монастыря вконтакте фейсбук даже в инстаграме даже перископе и вы можете писать свои волнующие вопросы именно туда ну или вы можете найти мою личную страницу в том же инстаграме и писать мне туда и я вам с радостью отвечу отвечу на все ваши вопросы напомню что мы сегодня работали в прямом эфире с центра столицы со территории высокопетровского монастыря вспоминали историю этого монастыря за последние 700 лет и с вами был послушник высокопетровского монастыря богдан семенек пока